здравствуйте сегодня мы с вами поговорим о садовых тележек на тяну садовых тележек множество есть побольше есть поменьше ну вот значит зашли в магазин посмотрели одну вторую и вот остановились вот на такой садовой тележки значит а бюджетный вариант если тут еще даже цена осталась он 1250 рублей начну что привлекло ну во первых недорогая во вторых значит очень-очень легкая очень легкая значит колесо широкое колесо широкое и в то же время не маленькая то есть средних размеров и вот база посадочная позволяет можно сюда значит поставить колесо большего размера большего размера значит сама тележка на подшипниках вот это очень хорошо на подшипниках значит проводили испытания но видите кузов большой такой вместительный и вот пришлось есть недельку поработать ручки прямо скажу что удобные тележка достаточно очень легкая очень легкая такая и маневренная вот видите можно туда сюда между грядок везде значит везде можно было и вот возили торф землю возили все замечательно очень все хорошо но вот как говорится испытание всегда на пределах возможности грузили очень очень много и получилось вот здесь если внимательно посмотреть на кузов вот если внимательно посмотреть на кузов вот видите вот вытяжки вот вытяжки металла и здесь вот проминание металла пошло значит ну что вывод какой кузова немножко слабовато сделал это раз во вторых конечно же не надо так много грузить не надо так много грузить это два ну и третье здесь я так планирую и наверно сейчас мы сделаем и покажем это здесь вот усилительную пластину поставим можно снизу поставить можно снизу и сверху но разберем посмотрим как лучше сделать заклепаем и тогда будет это очень хорошая тележка очень хорошая тележка но так скажем что это чисто садовая как строительная будет слабовато потому что песок щебень гравий бетон это будет слабовато для этого как вот садовая очень хорошая очень хорошая садовая вот взяли одну тележку начали работать показалось мало решили взять другой ну чтобы не повторяться решили взять вот такого варианта тележку вот видите двойная но она немножко потяжелее и сейчас не собраны и собрана сейчас соберем вместе и посмотрим что здесь на двух колесах как недостаток наверно на втулках но посмотрим смажем посмотрим как она будет на ходу как на ходу ну и вот сразу чтобы сравнивать одну тележку другую тележку вот здесь у нас была тележка которая уже по возрасту лет восемь наверно может чуть побольше она в целом хорошая строительная такая тележка мы на ней перевозили ну я не знаю все буквально и гравий и щебень и землю и все как недостатки вот видите небольшие колеса небольшие колеса но и может производитель такие колеса плохие производители что но хватает если на один сезон хватает то это хорошо значит камеры рвутся покрышки рвутся может перегружали рвутся но это минус большой но и самый большой минус тоже видите получается колесо от колеса большое расстояние если строительстве дома дачи гаража на хороша а вот на огороде между грядками уже не подъедешь потому мы ее пока если не списали но отложили на второй план но сейчас начнем собирать посмотрим что же что за эта тележка сейчас этот тележку разберем здесь вот колеса у нас колеса посмотрим что в пакете еще не разбирали разберем вот нож не взяли вот видите два колеса они уже надутые приятно что в подшипниках приятно что в подшипниках а когда покупал я спрашивал у продавца игру как колеса в подшипниках или на втулках вот он не завод на втулках они на втулках а видите оказался что в подшипниках и диаметр значительно такой спас а ли не будет если подойти когда те речки можно посмотреть можно посмотреть внимательно советую они подойдут но в принципе видите вот это колесо вот большое колесо можно будет переставить на эту тележку и ширина тоже солидная такая солидная я думаю это тележка тоже будет неплохо ходить вот так вот одно колесо и другое колесо и она уже как говорится готовая к работе а я приготовил смазки силиконовые думаю помажу а здесь и не потребуется потому что закрытые подшипники маска будет излишне приступим собирать здесь инструкции особо нету ну вот все что здесь есть винты на 8 гайки на 8 шайбы на 8 и 2 больших шайлы если я думаю смотреть ничего не будем приступаем к работе начнем работать соберем покажем как говорится что это как сделаем маленький перерыв соберем разберемся вот продолжаем собирать тележку собрали кузов 1 веке крепится на 5 винтов но здесь вот шайба гравер и гаечка на 8 крепление достаточно хороший получился ну и сам кузов жесткий то есть него уже дорабатывать не надо сейчас как говорится установим колеса и можно будет работать силиконом чуть-чуть помажем хотя можно и не мазать вот таким образом чтобы можно потом было подкачать если необходимость возникнет такая колесо здесь шайба шплинт шайба шплинт так и шплинт установим так 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 пассатижи надо покрашена все тем не менее все нормально так раз шплинт один ручек отогнули и другой отогнули достаточно хорошо и сейчас во вторую часть наденья тоже чуть-чуть силиконом колеса делаем так что можно вот колеса хороши колпачков на колес меня нет не поставила колпачки вы найдем колпачки для того чтобы грязь не попадал было бы получено сейчас с магазина не поставили сейчас установим шплинты и будем испытывать будем испытывать это не очень идет пошла 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 все нормально когда приобретал все думал что как на втулках она будет но вот видите на подшипник в магазин сколько ну ладно посмотрим что на ходу она не тяжелая тяжелая тоже устойчивая но по маневру конечно маневр на той тележке будет помощнее получше ну как говорится каждый тележки свое применение этой мы будем возить более тяжелый грунт а этот полегче и между грядок значит сейчас что сделаем сейчас снимем вот этот кузов как говорится доведем дело до ума снимем кузов значит наклепаем усилительные пластины когда все мы это сделаем покажем и подведем итоги приступаем к работе в Продолжение следует... 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 Продолжение следует...